Одесская киностудия может перейти в частные руки. Сейчас большая ее часть принадлежит государству, но народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который может все изменить. Вскоре проведут окончательное голосование. Почему работники сферы кино выступают против этих нововведений, разбирались наши корреспонденты. Под легендарной бригантиной, логотипом Одесской киностудии, режиссеры, актеры, художники. На повестке дня судьба предприятия. Еще в 2011 году Верховная Рада приняла закон, запрещающий его приватизацию. Но сейчас Комитет по вопросам культуры и духовности разработал законопроект о господдержке кинематографии. А в нем затерялся, на первый взгляд, непримечательный пункт. Внесен пункт, который говорит о том, что нужно отменить закон 2011 года, благодаря которому Одесская киностудия на сегодня сохранена еще. И контрольный пакет акций государственной передать частным инвесторам. Собственно, этого и опасаются киношники. Говорят, в начале 2000-х частники, как акционеры, обещали построить тут едва ли не Голливуд. Но в итоге разруха, разбазаривание средств и потеря лучших кадров. Одесситы задаются вопросом, зачем отдавать таким хозяевам оставшуюся государственную часть? Мы очень хорошо знаем этих акционеров. И поэтому мы им не верим. За последние 10 лет ни одного фильма под маркой Одесской киностудии ни в эфир, ни в кинопрокат не вышло. Тогда получается, зачем вы акционировали студию? У противников приватизации есть своя версия. Зачем частникам понадобилась киностудия? Ответ простой. Довольно большой участок земли практически на берегу моря. Стоимостью в десятки миллионов долларов. Мы уверены, что главная задача тех, кто занимается этой приватизацией, это 7 гектаров на французском бульваре. За помощью кинематографисты обратились к народным депутатам. Отозвался Николай Скорик из АПО-блока. Он уже внес поправку в законопроект и предложил исключить из документа пункт о приватизации киностудии. Внесение возможности полной приватизации этого объекта с его возможным перепрофилированием, оно дает возможности для полного уничтожения киностудии. Естественно, мы будем это максимально озвучивать в зале всеми возможными способами, с тем, чтобы общественность увидела реальные действия тех, кто рассказывает, что он сильно печется об украинской культуре и развитии украинской кинематографии. В течение нескольких дней мы пытались получить комментарий участников, которые, собственно, сейчас руководят киностудии и выступают за ее продажу, но безуспешно. Что касается законопроекта, то в ближайшие дни профильный комитет должен рассмотреть его, чтобы затем вынести на голосование народных депутатов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса.